Здравствуйте! В эфире телеканала «Город» информационная программа «День города» в студии Анны Герцовская. И сейчас коротко о событиях нашего региона. 7 погибших, 13 пострадавших. Наш корреспондент пообщалась с хозяйкой квартиры, в которой находился эпицентр взрыва. Безопасность юных рязанцев. Рязанские школьники теперь будут изучать правила дорожного движения на практике. Электронная библиотека. На базе Рязанской духовной семинарии открыл источник доступа в электронный читальный зал президентской библиотеки. Еще четверо погибших были обнаружены на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани. Таким образом, в списке погибших числятся 7 человек, пострадавших 13. До сих пор на месте ЧП происходит разбор завалов. Основная версия – это утечка бытового газа. Известно, что сам взрыв произошел в 54-й квартире. На тот момент там находился мужчина, который числится в списках погибших. Его жена и дети, к счастью, уехали в ту злополучную ночь к родственникам. С женщиной удалось пообщаться нашему корреспонденту. Репортаж Алены Куколевой. Взрыв газа в Рязани произошел в квартире неблагополучной семьи. Так сообщают многие СМИ, в том числе федеральные. Откуда эта информация, неизвестно. Но, по словам соседей, семья была самая обычная. Ходит вся информация, поносят, что семья неблагополучная. Да, такая ходит информация. А у меня семья благополучная. Мужчину из этой квартиры взрывной волной выбросил из дома. Он был найден первым из погибших. Накануне трагедии случилась семейная ссора. И жена, забрав детей, ушла из дома. Как теперь выясняется, этот семейный конфликт спас им жизнь. Накануне этого вечера у нас в семье произошел скандал. Между мужем и мной. Я не стала связываться, собралась детей и ушла. Сначала хотела ехать к маме, потом, значит, я передумала, поехала к свекровью. И теперь я думаю, что он нас спас. Женщина рассказала, что в их квартире на самом деле находился газовый котел. Но подключить его семья не успела. Почему все затянулось? Потому что девушка та, которая оплачивает, была больна на больничном. Мы ездили туда два раза, потому что холода. Нам нужно было уже отапливаться. Самостоятельно никому я никого не подпускала. Ни в коем случае подключать ничего нельзя было. Поэтому котел – это большое исключение тоже, что что-то могло быть. И, соответственно, муж тоже не мог этого ничего сделать. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Основной версией считается утечка бытового газа. Но откуда и как это могло произойти, однозначной версии нет. По словам жильцов этого дома, проблемы с теплоснабжением у них были уже очень давно. Вчера я тоже разговаривала, приезжала ко мне подружка. И она мне говорит постоянно, как я к тебе приезжала, я чувствовала в коридоре запах газа. Прежде чем даже взорваться, в подвале стоял гул. Хоть нам и заменили регулятор давления, насосы заменили. Гул там стоял. И усиливался он ночью, этот гул. И когда нам воду дали, отопление, звуки как-то не притихли, но звуки были. Но в пятницу на субботу у нас какое-то было шипение, было у лифт. Я еще мужу говорю, выйди, звук. Разбор завалов не останавливали ночью. Спасательные работы должны были закончиться сегодня утром. Но из-за того, что судьба четырех человек была неизвестна, они продолжались. Сегодня к четырем часам дня их тела были найдены. Среди погибших шестилетний ребенок. По последним данным, из-под завалов извлечено еще четверо погибших. Это мужчина, две женщины и ребенок. Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Всего таким образом у нас в результате инцидента с бытовым газом погибших семь человек. Это трое, о которых мы уже говорили, личности, чьи уже установлены. Мужчина 1972 года рождения, мужчина 1952 года рождения и женщина 1950 года рождения, жители квартир 54-55. И вот еще четверо погибших, которые нам предстоит установить личности. Эти женщины простояли здесь весь день. По понятным причинам они отказались говорить на камеру. Все, чего они ждали, это когда из-под завалов достанут их родственников. Самое страшное, я считаю, и что мешает, это гибель людей, которая, к сожалению, имела место в данной чрезвычайной ситуации. Соответственно, нельзя привыкнуть к тому, когда гибнут люди. Поэтому спасатели, такие же люди, переносят горе других через себя. А в целом техники достаточно. Она отвечает современным требованиям. Использовались беспилотные летательные аппараты, которые вначале снимали данный объект, для того, чтобы принять решение, как можно входить. А также для того, чтобы записать и в последующем передать в Следственный комитет. Спасатели работают в очень сложных условиях. Кровля может обрушиться в любой момент. За исключением той части, где произошел взрыв, дом готов к проживанию. Такое заключение привели после его обследования. Завершить разбор завалов МЧСники планируют к утру. На данный момент 13 человек находятся в больнице. Пятеро госпитализированы в стационары города. Характер их травм жизни не угрожает. Одна из них, более тяжелая пациентка, находится в реанимационном отделении областной клинической больницы. Ее 17-летний сын-подросток в детской областной клинической больнице. В наш стационар, в больницу скорой медицинской помощи, госпитализировано трое. В основном это небольшие травмы, ушибы, ссадины и переломы костей конечности. Пункт временного пребывания остальных пострадавших – гостиница «Учитель». Основная часть жильцов переехала еще вчера. Всем, кто в результате ЧП лишился имущества, уже сегодня выплачивали компенсации – по 10 тысяч рублей. Определяемся, записали, сколько кому какой одежды, что нужно. Сегодня и завтра тоже будем выдавать одежду. Дети у нас занимаются, кому нужен подвоз, осуществляем в школы, туда и обратно, обеспечены учебниками и всем остальным. С вчерашнего дня работают психологи и здесь, и вот около дома, и здесь постоянно. У нас медицинский пункт здесь, милиция, постмилиция и психологи работают с тем, кому необходимо. Также сегодня жильцам разрешили зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Власти города обещают решить проблемы тех, кто остался без крова до Нового года. Это не значит, что люди два месяца будут находиться в общежитии. Им предоставят временное жилье из городского фонда. Те же, кто полностью лишился своих квартир до 31 декабря, должны получить новые. Сейчас самое важное – это восстановить документы и зафиксировать документально, какой ущерб нанесен имуществу. На данный момент следствие на месте взрыва продолжается. В том числе экспертами, сотрудниками, следователями центрального аппарата. С обращением к рязанцам выступил глава региона Олег Ковалев. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы, конечно, проведем тщательное расследование, как такое могло произойти. Установим все причины происшедшего. Сейчас этим занимаются следственные органы. Но сейчас самое главное – не оставить людей наедине со своей бедой. Хочу выразить глубочайшее соболезнование семьям погибших людей. Мы обеспечим все возможные меры поддержки, которые в наших силах. Считаю необходимым объявить в Рязанской области день траура. И уже завтра обращусь по этому поводу к правительству Рязанской области. Напомним, взрыв дома произошел с 22 на 23 октября в районе полпятого утра. На месте событий в день трагедии с очевидцами случившегося общалась Галина Ершова. О хронологии чрезвычайного происшествия в ее материале. У нас хлопок полпятый был такой, как будто на голову что-то свалилось. Как будто полдома отваливается, думаю. Такой взрыв страшнейший. У меня дверь даже с петелью снесло. На доводчике стояла дверь, ну то есть пластиковая. И хлопок, и прям снесло, оторвало. Вот я в этом доме живу. Все машины были, как лепешки. Слышал только крики, ну не крики, разговоры людей громкие, полночи. У меня соседей нет, понимаешь? Просто они вчера были, а сегодня нету. Взрыв прогремел в 4.36 утра по адресу 1-й осенний переулок, дом 4. В 4.44 на место трагедии прибыла аварийная служба газа и сотрудники МЧС. На данный момент официальная версия произошедшего – взрыв бытового газа. По прибытии аварийная служба в 4.52 отключила газоснабжение этого дома и предприняла все меры по обнаружению в 50-метровой зоне утечек газа. Утечек газа обнаружено не было. Первый пострадавший был обнаружен через час после трагедии. На месте работали 212 сотрудников МЧС, 3 кинологические службы и 49 единиц техники. С помощью кинологических расчетов двух человек мы нашли живых и трех человек, которые погибли на месте, тоже были обнаружены с помощью кинологических расчетов. В результате взрыва погибли 3 человека, 13 обратились за медпомощью, 5 из них госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Взрывная волна была такой силой, что в доме не осталось практически ни одного целого стекла, пострадали и соседние строения. Квартира, которая стала эпицентром, полностью разрушена, нет даже стен. По данным на воскресенье, на 8 и 9 этаже пострадало по одной квартире. На 10 этаже пострадало 6 квартир. Жители дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения людей. В воскресенье уже начались первые выплаты в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды пострадавшим. Ведется составление реестра на оказание дополнительной материальной помощи. Ситуация вокруг взорвавшегося дома своеобразным образом привлекла внимание рязанских подростков. В интернете появилось видео, снятое молодыми людьми. На фоне разрушенного дома они шутят, смеются, выдвигают собственные версии причин ЧП. Почему дети могут глумиться над трагедией, в которой погибли 7 человек, и является ли такое поведение нормальным, мы выяснили у клинического психолога Анны Фаустовой. Видео моментально распространилось в социальных сетях, набрало огромное количество просмотров и возмутило общественность. Подростки ведут себя цинично, будто совсем не осознавая, что находятся в непосредственной близости от большой человеческой трагедии. Между тем, такое поведение с точки зрения специалистов – результат необходимости быть причастными к необычным событиям, к истории. В некоторой степени привлечь к себе внимание. Короче, нам тут рассказали, мужик поругался своей бабой, а у них, короче, отопление было подпольное, они, короче, там заплатили. И, короче, им сделали отопление, ну, взятку, короче, дали, сделали им отопление. И вот, короче, что-то муж с женой поссорились, и он, короче, там взорвался. В таком возрасте любые неожиданные мероприятия, которые редко бывают, они привлекают, конечно же, внимание. Нам хочется обладать информацией, когда мы делаем фотографии обломков, когда мы делаем фотографии руин. Мы приобщаемся, мы обладаем информацией, дальше мы этой информацией делимся. Таким образом, повышаем самооценку и собственную значимость. Буквально обращаем внимание на себя, смотрите, я там был, я это видел, у меня есть информация, я вам могу рассказать. Таким образом, человек помещает себя в центр событий, делает себя публичной персоной. Катастрофа унесла жизни людей, и их близким справиться со стрессом поможет разве что время. Человек в любом случае будет горевать, и горевание, и скорбь – это нормальные реакции. Человека не надо тормошить, его не надо искусственно пытаться развеселить, водить в кино или на какие-то увеселительные мероприятия. Человеку положено горевать в такой ситуации, и нормальная скорбь, она может длиться даже до года. Если же справиться со стрессом не удается достаточно долго, все же рекомендуется обратиться к специалистам. К другим новостям. Курсанты училища ВДВ приняли участие во внутреннем турнире по боксу. Этот вид спорта не только почитаем во всем мире, бокс является основой боевой физической подготовки десантников. Наравне с рукопашным боем и самбо. Подробнее о турнире расскажет Галина Ершова. В воскресенье подвели итоги первенства десантного училища по боксу, которое длилось 5 дней. За звание лучших сражались 130 человек в 7 весовых категориях. Первенство проходит уже более 50 лет и является ровесником самого училища. В нем принимают участие все подразделения, которые не выполняют в данный момент учебные задачи. Мы выявляли и будем выявлять, вернее, сборную команду училища для подготовки к чемпионату воздушно-десантных войск, который будет проходить в декабре. Он же является турниром класса, где мы будем присылать мастеров спорта. Для Василия Тимакова бокс имеет особое значение. Молодой человек посвятил ему две трети жизни. В возрасте 7 лет он впервые пришел в спортивную секцию. Сейчас ему 21 год. Он регулярно участвует в соревнованиях и продолжает радовать родных и сослуживцев золотыми медалями. Эмоции переполняют. Мы заняли первое место общекомандное среди подразделений, а также второе среди батальонов. Наш батальон показался очень хорошо. Ребята выступили достойно. Организаторы первенства отмечают, что уровень подготовки курсантов растет год от года. Победители традиционно войдут в сборную команду Рязанской области, а также представят наш регион на чемпионате России среди воздушно-десантных войск. Основы безопасности дорожного движения – это то, чему должны быть обучены граждане с детства. Так считают сотрудники ГИБДД. По этой причине работа с детьми перешла от теории к практике. В Рыбном открылась 11-я в регионе детская автоплощадка с уменьшенными копиями дорожных знаков, железнодорожным переездом и светофорами. Пока дети могут изучать на ней правила в качестве пешеходов и велосипедистов. Но очень скоро там появятся мини-автомобили. Бывает улица очень опасна и в городе, и в глуши. Дорожные правила знать прекрасно все должны – и взрослые, и малыши. Дорожные знаки, переносные светофоры и новая разметка. В Рыбномском районе открылась первая детская автоплощадка. На ее оборудование потратили 2 миллиона рублей. Финансирование было выделено из муниципального бюджета. Самым дорогим оказалось перестелить асфальт около школы. Сейчас в распоряжении будущих участников дорожного движения – собственная автобусная остановка, велосипед и лежачие полицейские. Планируется также закупить детские автомобили. В Рязанской области работает уже 10 подобных площадок, и они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Видимо, курс, выбранный нами, и эта работа дает плоды. И уже третий год на территории Рязанской области количество ДТП с участием несовершеннолетних снижается. В том числе и погибших, и раненых в них. Чтобы ребенку было интересно изучать правила, учителя и сотрудники полиции придумывают разные форматы работы. Проводят семинары, показывают обучающие фильмы и мультфильмы, устраивают игры по станциям с подвижными заданиями. В Рыбновском районе 15 школ. Их посещают более 3000 детей. И каждый из них сможет воспользоваться новой автоплощадкой, чтобы на практике закрепить полученные знания. Если едет поезд, нужно остановиться. Если машина пропускает, нужно идти. Переходить дорогу нужно по зебре. Я узнал, что светофоры бывают очень разные. Бывают светофоры для пешеходов и для водителей. Если на знанке нарисован синий квадрат и лесенка вниз, то это подземный переход. А если наверх, то надземный. Несмотря на множество правильных ответов, которые дети давали на игровых станциях, сами они не очень довольны объемом своих знаний. Ребятам хочется больше и лучше ориентироваться в дорожной обстановке. Это значит, что главная задача успешно решается. Сотрудникам полиции и учителям удается зажечь в детях интерес к правилам дорожного движения. На данный момент это все новости. Следите за информацией на сайте город62.тв, официальных группах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин